Намерение изучения Тора должно быть, чтобы понять, что Всевышний от вас хочет. То есть это очень правильное намерение ради Всевышнего, ради понимания, не для того, чтобы стать богатыми, здоровыми, счастливыми. Это придет к побочным эффектам. То есть если ты изучаешь Тору во имя небес, то с ней приходит все остальное. Тора – это знание, божественный свет, как работает мир. Как работает мир, как он устроен от того, кто этот мир создал. Некоторые спрашивают, а как, откуда вообще это, вы знаете? Откуда ты знаешь? Я говорю, я не знаю, я сам хочу знать. Вот мы с вами изучаем сейчас книгу, которая называется «Путь праведников». Написана тысячу лет назад. И говорит автор этой книги, Всевышний говорит нам, через пророков, через разные-разные источники, он нам говорит так. «Завидуй ради меня». Что значит «завидуй ради меня»? Без зависти мир не мог бы существовать. Никто не посадил бы виноградник, никто бы не женился и не построил бы дом. Так написано в Медраж, это как устное предание, которому 2000 лет, больше 2000 лет. Медраж на Тейлим, на псалмы царя Давида. Есть там еще устное предание, которое сохраняется вместе с псалмами. Псалмы царя Давида, это письменная Тора, а Медраж, Тейлим, по псалмам, это устная Тора. Вот там написано так, что если без зависти мир не мог бы существовать, никто не посадил бы виноградник, никто бы не женился и не построил бы дом. Это все совершается, потому что человек завидует другому. Если тот построил дом, то и он поступит так же. И относительно жены, каждый завидует другому. А поскольку существование мира зависит от зависти, уже человек направит свою зависть во имя Всевышнего. То есть Всевышний запрограммировал в нас разные-разные механизмы. Например, маленький ребенок родился, он сразу же ищет, где у него источник пищи. Если он находит источник пищи, у него уже рот инстинктивно приспосабливается оттуда высасывать молоко, например. Если нет молока, то в него инстинктивно запрограммирован инстинкт кричать, а в маму, интересно, инстинктивно запрограммирован инстинкт слышать этот крик и на него реагировать. А в папу, наоборот, инстинктивно запрограммирован инстинкт не реагировать и не слышать. Почему? Потому что папе завтра нужно идти охотиться на мамонта, добывать пищу и так далее. У папы другая функция. У мамы другая функция. У мамы, чтобы она переносила все вот эти вот функции тяжелейшие вынашивания, рождения и выращивания детей, которые Бог ей сказал. Это на женщину проклятие, что ты в муках будешь это все делать. Но Всевышний дал ей подарок. В этот период у нее вырабатывается огромное количество гормона окситоцина, который ей все и обезболивает, и дает ей такой кайф. И она смотрит на этого ребенка, она его любит. То есть если у нее гормональная система не сломана, то для нее эти трудности, они не такие трудности. А мужчина от этих трудностей, он бы просто умер бы. Просто если бы мужчине вот с его гормональным фоном дать родить или вырастить ребенка, он бы просто тут же кони бы отдал бы на месте, сказал бы нет. Не то же не сказал бы, просто не справился бы. Теперь дальше этот ребенок, в него заложен инстинкт, дальше он начинает расти, потом он начинает ходить, и у него есть вестибулярный аппарат. И дальше начинается уже программное обеспечение, которое называется в психологии, оно называется условные рефлексы. То есть есть безусловные рефлексы, безусловные рефлексы, инстинкты. Это запрограммировал Всевышний. Они все находятся в инстинктивном мозге, в рептильном мозге. Они у каждого из нас есть, идентичные, можно сказать. Если там не сбита настройка. Но дальше у каждого человека начинается его программирование с помощью внешнего мира и внешних людей. И у него начинают вырабатываться условные рефлексы. Например, он кричит, дай мне молока, орет, где мама? Значит, одна мама, она почитала книжку, там, я не знаю, доктора Спока, и она, значит, говорит, нет, значит, ори сколько хочешь, придет время, покормлю. Другая мама прочитала книжку, там, доктора Комаровского, она сразу бежит к ребенку, значит, его кормит, чтобы он не плакал. Одна мама, строгая, значит, я помню, мы с женой когда-то ночевали, там, еще жена была беременная, мы ночевали в гостях, были у одной семьи, у них было трое детей. И моя жена такая интересуется, советы бывалых у этой женщины, хозяйки дома. Слушай, говорит, а я слышал, когда трое, особенно детей, там, маленькие, младшей дочери было, может, годик, а там, старшей было лет восемь, например, да, три дочери у нее были. Я слышал, что вообще там, ну, очень тяжело, это когда дети маленькие, все. Та, говорит, не, вообще не тяжело. А моя жена спрашивает, а ночами, наверное, не спят? Та, говорит, да не, вообще ночами спят. Вообще, говорит, ну, вообще, говорит, как бы не знаю, откуда такие разговоры. Моя жена так удивилась еще, а мы, значит, ну, они нам дали комнату, где мы спали, на шабак мы к ним приехали, значит, рядом с детской. Наверное, с пяти утра дети орут, вообще все, а она спит там в спальне на втором этаже или на третьем этаже дома далеко. Ну, в десять утра она просыпается, а, и жена спрашивает, а сколько твои дети стоят? Та, говорит, в десять утра. Они всегда просыпаются в десять утра. Значит, они в пять проснулись и с пяти орали. Значит, в десять утра мама такая выходит из спальни и кричит, одеваться. И эти трое детей, а мама такая, они были горстые евреи, такая, ну, вот, из семьи горстых евреев, но она там воспитывалась в Англии, в какой-то там супер строгой школе. В общем, дети подбегают, вот так вот стоят, руки делают, она на них так платье одела. Значит, такая была строгая мама. Это все уже называется условные рефлексы, то есть она детей уже выдрессировала. И все дети, все дети дрессированы. Десять лет, неважно, дрессируют по-разному. Некоторые детей балуют, некоторые детей, наоборот, устражаются. Некоторые детей там делают, мама, папа, я спортивная семья, а некоторые, вчера мне рассказывала там одна женщина-психолог, что она годы знала, когда шаббат начинается, что соседский сын переставал играть на пианино, а шаббат заканчивался, он начинал играть. Они заставляли ребенка тренироваться прямо, ну, играть на пианино целыми днями, да. То есть он был пианист. А у кого-то дети там, одна мама растядивает своих детей, они художественные, девнадцатые, они просто, дети рыдают уже, они в этих шпагатах, им больно. О, нет, значит, растягивайтесь. То есть это называется всеусловной рефлексой. И организм, и психика ребенка, она реагируя на вот эти вот все воздействия внешние, да, она как бы выращивает, выращивает себя с системы защиты. Потому что на любой стресс у организма есть реакция, чтобы защититься. И чем больше стресс, тем больше защита. Поэтому самые сильные люди, это те, кто перенесли максимальные стрессы. Но этих сильных людей мало, потому что большинство ломается. То есть сильный стресс, он, если он сверхсильный, он может сломать. Если он очень слабый, он развивает слабо. Если он сильный, и человек не сломался, то он становится каким-то очень сильным. Теперь, значит, зависть Всевышний сделал в нас, чтобы мы учились друг у друга, чтобы мы смотрели, кто что делает. И, то есть это запрограммированный на уровне инстинкта, говорит нам эта книга, рефлекс, который нужен для того, чтобы мир развивался. Так Всевышний устроил. Но говорит нам сам Всевышний через Тору, что путь же человек направит всю свою зависть. Не часть, а всю свою зависть во имя Всевышнего. Если построить дом, то в нем должна быть комната для изучения Торы. И пусть его дом станет домом совета мудрецов, и домом для приема гостей, и оказания людям безвозмездного добра. И написано в устной Торе, в предании написано так. Если бы Авраам не позавидовал. Авраам это про патриарх Авраам, про отец еврейского народа. Тот, который с Богом прошел 10 испытаний, стал любящим, любимым у Бога. Бог ему там дал все обещания, благословения, все. Написано в устной Торе так. Если бы Авраам не позавидовал, то не облел бы он небо и землю. То есть не было бы... Вся его достижения вот этой связи со Всевышним были из зависти. Если бы Авраам не позавидовал, ничего бы этого не было. А когда он позавидовал, говорит устной Торе? Когда? Когда сказал Малхицедеку. Помните, был момент, когда он пришел в город, который назывался Ирушалем. Шалем. И там был Малхицедек, царь. И он ему принес десятину, когда победил из домского царя. И там был коин, да, Малхицедек. Устной Торе нам говорит, Малхицедек это был его статус. То есть царь, справедливый царь, Малхицедек, царь справедливости. Но по факту это был Шем, сын Ноаха, который еще был с ним в ковчеге. И Авраам его спрашивает. Вот ты такой близкий к Богу, ты сын Ноаха, ты был в ковчеге. А как вы вышли из ковчега? Почему вы спаслись? Спросил Авраам. Он ответил, благодаря милосердию, благодаря милостыне, дзадате, которую мы давали. Авраам спросил его, какую дзадаку вы давали в ковчеге? Вы там были одни. Был Ноах и его сыновья. Кому вы давали милостыню? Ответил он, скоту и зверям, и птицам ночами не спали, кормили то одного, то другого. То есть сейчас вот все вот эти вот, которые делают собачий приют, они должны сейчас радоваться. Вот они нашли основу, почему это богоугодное дело по-настоящему. Что Ноах и его сыновья в заслугу того милосердия, которое они проявляли, ночами не спали, кормили то одного, то другого. Сказал Авраам, если бы эти люди не давали милостыню скоту и зверям и птицам, то они не вышли бы из ковчега. А поскольку давали милостыню, вышли. Если я стану давать милостыню людям, созданным по образу Всевышнего, то тем более, значит, это будет богоугодное дело, и это правильно. В тот же час посадил он, написано, сделал он шатер, эшелета-шатер, это сокращение от букв Ахиллашки, Явы, Лина. То есть он сделал такой постоялый двор, на котором могли останавливаться путники, голодные, он всех кормил, поил. И когда хотели люди ему заплатить, если у них были деньги, он говорил, не надо, все принадлежит, земля принадлежит Богу. Просто скажите, беркат Амазон, благословение после еды, прославьте Всевышнего, скажите ему спасибо. И так он веру в Бога распространял. Говорит автор книги, пусть увеличит человек зависть, подобную этой. То есть если завидовать праведникам, таким как Авраам, и, кстати, закону Рамбама, что каждое утро должен человек говорить, когда достигнут мои дела, дел про отцов. Авраама, Ицкака и Якова, которые свою жизнь посвятили тому, чтобы приблизиться к Всевышнему и делали удивительные вещи. Второе, применение зависти. Значит, это первое, завидовать праведникам и стараться делать максимум тех действий, которые приближают к Всевышнему. А также пусть будет ревностен по отношению к грешникам и злодеям, сражаясь с ними и укоряя их, как сказали мудрецы. Здесь есть очень важный аспект. Значит, кино на иврите «зависть» – это то же самое слово, пишется так же, произносится так же, как слово «ревность». Зависть и ревность. Зависть переходит в ревность. Только если эта ревность такая, знаете, как вот человек завидует другому, да, какому-то материальную зависть. Его ревность, она вызывает у него злость, и он пытается ему испортить. Как мы читали, когда было двое, завистник и тот, кто желающий чужого, и когда они, сказал им царь, что давайте вам просите что-то, а я второму дам в два раза больше, так завистник попросил выколоть ему один глаз, чтобы тому выкололи два. То есть, если человек поворачивает свою зависть и ревность в сторону зла, тогда эта зависть и ревность разрушает его жизнь и разрушает мир вокруг него. Но если он поворачивает это в сторону добра, тогда он зависть направляет на то, что он завидует праведникам и делает так, как они. А ревность он посылает, посылает, направляет на злодеев и действует тоже, как праведникам и оказывается Моисей, велитим Моисей Рабейну, через которого Всевышний дал Тору. Был у него случай, когда он убил египтянина, который этот египтянин избивал, значит, еврея, которого хотел убить. И Моисей Рабейну, чтобы защитить этого еврея-раба, которого избивал египтянин-надсмотрщик, он убил этого, хотя Моисей Рабейну тогда он был во дворце, он воспитывался во дворце у фараона. За этот поступок его тоже хотели казнить, он убежал тогда из Египта и так далее, но он, когда увидел, как вооруженный египтянин избивает раба-еврея, он, значит, убил этого египтянина. Значит, пророк Ильяу, он ревновал во имя Всевышнего, ибо сыны Израиля оставили завет Моев, не Димлахим написано. И что сделал пророк Ильяу, знаете, он убил 400 идолопоклонников этих самых священников Бааля, да, которые приносили жертвоприношение Баалю. То есть, Пинхас, например, был случай, да, когда Пинхас, это был сын Аарона Койна, и Пинхас, он, Пинхас был внук Аарона Койна, извиняюсь. И он тоже убил Зимри Бен Салуа, его звали, это был глава Колена Шимона, который на глазах у всех служил идолом, привел Мавитянку, Медянитянку, Медянскую принцессу, привел в шатер, то есть, вел себя некрасиво, и все не знали, что делать, а Пинхас взял копье и убил его. То есть, здесь, в принципе, в Торе очень много есть то, что называется в исламе джихад, священная война. Есть такое, я слышал предание, что Мухаммед, когда он искал путь к Богу, он пришел, в то время же были евреи, и у него были жены некоторые, которые были из еврейских племен, которые там были вокруг, такие были бедуины, кочевники, евреи-кочевники, и он учил с ними Тору, и он узнал всю Тору, потому что Тора уже тогда была, если это был 600-й год примерно нашей эры, значит, Тора была получена 1300 лет назад, а это был 600-й год, 1400 лет назад, значит, уже Тора к тому времени была 1800-1900 лет, и она была, ну, то есть, то, что мы учим, все это знали. Теперь, значит, он пришел и начал изучать Тору, и он говорит, смотрите, написано, что вот прямо написано, может, он эту книжку изучал, да, ну, она написана тысячу лет назад, не изучал, но ведь книга Малахи, да, цари, он же изучал, написано, что нужно всех, всех злодеев нужно убивать, а ему сказали, когда евреи говорят, ну, слушай, написано, надо убивать, ну, как-то уже не принято, у нас нету сейчас джихада, нету, то есть, уже как бы не было принято так делать, да, и он говорит, нет, написано, что, прямо написано, знаете, где, в книге Дворим, Бог сказал, не бойтесь никого, из-за того, что Пенхаз так поступил, когда он взревновал среди них во имя мое, Бог сказал, я его награждаю вечным союзом, даю ему мой союз мира, он его сделал потом клоином, первосвященником, то есть, он его очень сильно наградил, и Бог сказал, не бойтесь никого, стражащийся Всевышнего отдаст душу свою ради его чести, как сказано, Мушарабену кричал, кто за Всевышнего ко мне после греха золотого тельца, и, значит, три тысячи идолопоклонников из народа Израиля убили левиты сразу после греха золотого тельца, написано прямо в книге Бамидбар, в Тории, увидел Пинхаз бен Элязар, бен Аарона, Коэн и взял в руку копье, и пишет автор книги, это долг всех, кто стражится Всевышнего, кто обладает чистым сердцем, пробуждать ревность, если видят, что князья и вельможи потакают предательство, и сказали мудрецы, вот тут очень важная вещь, которая всех нас сейчас касается, мы живем в такое очень турбулентное время, да, мы вокруг, смотрите, войны там расщекляют ядерное оружие, те расщекляют, сейчас НАТО расщекляют, все расщекляются, знаешь, и здесь пишет автор этой книги, сказали мудрецы в Мидраше, значит, в книге Эзра, это не Мидраше, самые серьезные обучения происходят по вине высокопоставленных, как сказано в книге Эзра, и князья и вельможи первыми участвовали в этом предательстве, берешит раба. Значит, мы видим, что действительно люди, которые сейчас у власти во всем мире, они зашли с ума, и это очень страшно, когда люди, которые все они уже престарелые, при смерти, без детей в большинстве своем, да, которые просто сумасшедшие, там, я не знаю, наркоманы, педофилы и так далее, но которые сейчас во власти в мире, они, значит, просто конкретно ведут мир к исчезновению, потому что простым людям, никому из простых людей, которые хоронят сейчас своих детей, не дай бог, им никому не нужна война. И жили, я вам скажу, прекрасно, и до 2014 года, аж прекрасно жили. Я жил в Украине с 2000, вообще я родился в Украине, потом уехал, потом с 2010 года вернулся, и жил до коронавируса, до 2020 год. До Майдана была жизнь просто идеальная. Было мир, свобода, все работали, деньги, не было никаких волнений, никаких гонений. Все было тихо и спокойно до 2014 года, и вдруг с 2014 года вообще ни о чем, то есть возник Майдан, вообще ни о чем не было. И вот этот вот Янукович, который теперь кажется, мне лично кажется, очень хорошим руководителем, да, потому что он когда увидел, что идет война, то есть можно было взять, вести войска, там, начать воевать, он сказал, нет, я не хочу брать на себя кровь, и он просто убежал. Но дальше вся вот эта ситуация раскручивается с 2014 года. Я вам скажу, что это очень, сейчас мы дошли, весь мир дошел до неприятной ситуации. В войне нет победителей, особенно в ядерной войне победителей не может быть. И вот здесь мы сегодня прочитали как раз, что кто преступники, преступники руководители, которые втягивают мир вот в эту войну. Байден, который вообще непонятно ему, он зависает, он вообще еле разговаривает. Все вот эти вот руководители всех стран, да, но я просто говорю, сейчас есть страна, которая главная страна. И что интересно, все вот эти руководители, они когда захватывают власть, они дальше власть уже не отдают. Это очень интересно, что в последнее время в мире все руководители, китайские, российские, значит, ну в Америке там президент, он все-таки такой условный более руководитель, да, потому что есть там демократы, республиканцы, это как некая машина такая, да, и президент, он просто ставленник. Сейчас там демократы в власти, до этого были республиканцы, потом опять республиканцы. То есть, но люди сейчас, конечно, очень сильно страдают, потому что странами правят виноваты, ответственные за все правители. Сейчас можно, конечно, в данный момент, те правители, которые сейчас, ответственные эти правители. Но нельзя снимать ответственность за тех правителей, которые были до этого, и которые до этого, ведь ситуация-то, она как болезнь, она возникает не в одну секунду, она возникает постепенно, потом она проявляется в эту секунду. Но я вам скажу, что когда был мир, было намного лучше. И никто мне не докажет, что до 2014 года было плохо, я жил, было хорошо, никто не страдал, люди, была полная свобода, в Украине была полная свобода, в России была свобода, не было никаких репрессий, не было войны, не было полумиллиона убитых людей, минимум полмиллиона, если посмотреть, люди, которые потеряли жизни, и война-то по-любому закончится. А можете себе представить, полмиллиона людей убито. За что? То есть как потом, их же не восстановить, как их родители, их дети, за что? Все равно наступит или мир, или уничтожение. То есть нет варианта, чтобы этого не было. Это еще был когда-то генерал Лебедь, который говорил, да, что он говорит, все войны заканчиваются миром. Ну, мы это знаем. Так как вернуть миллион людей, которые погибли? И что было плохо до 2014 года? Кто объяснит, чем было плохо до 2014 года? Мне было плохо. Все, кто жили в Украине, в России, в мире вообще, когда не было войны, было хорошо. Это факт. Самое страшное, что может быть, это война. А ядерная война, это страшнее всего. Все, дорогие друзья, поэтому молимся, чтобы был мир, чтобы был мир, чтобы люди перестали погибать, чтобы быстрее вот эти вот правители сумасшедшие, которые сейчас не могут остановиться, не могут договориться о мире, чтобы они быстрее все договорились, или появились новые правители. Но мы молимся Всевышнему, чтобы наступил снова мир. Да, чтобы наступил снова мир, и чтобы было все хорошо. Все, всем удачи, успехов. Встречаемся с Божьей помощью завтра.